Ну что, братцы, это время пришло. Сколько лет мы ждали? Новый фильм Мартина Скорсезе, новая гангстерская драма, жанр, на котором он съел собаку и остальную половину зоопарка, хотя собаки не водятся в зоопарках, неважно, в общем, каким получился ирландец, настолько ли он хорош, как классические фильмы Скорсезе, получилось ли у него переплюнуть себя всего или хотя бы какие-то свои фильмы, один ли из лучших это его фильмов, или он так себе, один ли из лучших фильмов этого года и обогнал ли он всех, или он где-нибудь в серединке нашей таблицы, все это мы узнаем в течение следующих 15-20 минут. И вас наверняка интересует, а кто же посмотрел фильм на Нетфликсе «Ходить в этот раз никуда не надо было». Ну, во-первых, я, Петр, человек, который ведет канал Киноогонь, и Владимир, человек, который, по слухам, является тайным гангстером-мафиози, выполняющим наемные поручения по устранению людей. Кстати, Владимир, я слышал, ты красишь дома. Нет, я заказываю одежду на всемайке.ру. Я не очень силен в мафиозном сленге, это что значит? Это значит, что я заказываю одежду на всемайке.ру. Есть несколько причин, почему я выбираю именно их. Во-первых, там можно создавать вещи со своим собственным дизайном, или же чуть изменить готовый с помощью их конструктора. А можно просто купить с принтом, который вам приглянулся из множества крутых. Например, я выбрал себе толстовку с принтом персонажа, которого я хвалил несколько месяцев назад в обзоре, и который точно не окажется членом мафиозной группировки. Вторая причина — это то, что не нужно ломать голову над подарком, ведь каждому будет приятно получить красивую вещь. Ну и последнее. С такими необычными принтами вы легко выделитесь из толпы. А еще с сайтом всемайке.ру можно заработать, став участником их партнерской программы. Подробности о ней читайте на их сайте по ссылке в описании. Ну а если надумаете делать заказ, то не забудьте ввести наш промокод и получите скидку 10%. Ну а сейчас погнали к обзору. Ирландец — это историческая драма о гангстере-наемнике, работавшем на мафию десятилетиями. А еще этот фильм снял Мартин Скорсезе, и это, по большому счету, все, что вам нужно знать о кино, чтобы начать его смотреть, как минимум. Ну и на самом деле я еще мало рассказываю, потому что я вот прочитал синопсисы, которые были в официальных промо-материалах, и там был спойлер, ребята, поэтому берегитесь, просто посмотрите кино, не читайте ничего. И наше описание сюжета тоже максимально сжатое, чтобы все прям по-тихому. Что сказать про сюжет? Фильм идет 3,5 часа, и кому-то может это показаться чуть-чуть нудноватым, потому что вступление, экспозиция прямо очень длинная, вас в это все погружает, это все атмосферно, мы об этом поговорим в атмосфере, но в плане сюжета вот в какой-то момент вот так очень тягучо, неторопливо, медленно, и кого-то это может оттолкнуть от фильма. А еще, конечно, Скорсезе хитрый дед, потому что, когда я смотрел, я думал, ну, ребят, ну это откровенно мини-сериал такой, на 4 серии, по 55 минутам, по 50, но Скорсезе решил выигрывать Оскары, поэтому, в общем-то, фильм и получился. С другой стороны, тем, кто любит разговорные драмы, даже можно сказать боёпики, потому что, по сути, нам показывают жизнь человека, вот такие здоровенные куски из его жизни, и вот им это понравится, потому что, ну, прямо в какие-то моменты сюжет тебя держит за счет диалогов, за счет того, насколько круто, мало того, что это все показано, и, ну, прописаны какие-то сцены прямо очень круто. Ирландец не выходил в кино, он выходит на Нетфликсе и идет 3,5 часа, во многом как раз потому, что не нужно париться о том, пойдут на этот фильм в кинотеатр или не пойдут, но тут же кроется и главная ловушка фильма. Как вы понимаете, 3,5 часа это очень много, и выдержать их залпом довольно тяжело, и главный соблазн, когда вы смотрите кино дома, это прерываться. И таким образом я смотрел кино не 3,5 часа, а 5. И в том числе из-за того, что в любом случае необходимость прерываться будет, в общем, либо из-за того, что вы устанете от фильма, либо потому что, ну, просто за 3,5 часа покушать захотите, из-за этого судить о том, насколько затянуто кино, насколько оно держит, сложно, потому что по большому счету в какой-то момент вы его неизбежно разрываете и смотрите кусками, как сериал, и, кстати, про сериал довольно уместно сказал Владимир. Получается, в общем-то, довольно забавная вещь. С одной стороны, кино, очевидно, затянуто, потому что это очень большой хронометраж, с другой, вы этого не почувствуете, потому что вы так или иначе разорвете его, и судить о том, насколько оно держит, все-таки тяжело. Но вот вопрос, на который можно ответить, это вопрос, а можно ли что-то было вырезать, чтобы кино шло, например, 2,5 часа, и стало ли оно от этого бы лучше? И мой ответ – да. Штука в том, что все зависит от того, какой подход к фильму нужно было избрать. Скорсезе предпочел выбрать сагу, то есть рассказать десятилетия работы мафии, в которых есть и личная жизнь героя, его отношения, и исторические события, и то, как к ним приводят те или иные механизмы, скрытые от глаз обычных жителей, и поэтому кино как бы разваливается. То есть иногда оно рассказывает про персонажа, разваливается не в смысле плохо, а разваливается в смысле у него, оно делится по направлениям. Там есть история персонажа, там есть истории других персонажей, и там есть просто какой-то исторический контекст. Например, посреди сюжета фильм может минут на 5-10 прерваться, чтобы рассказать какую-то интересную историческую байку. И, например, если вырезать к чертовой матери все эти байки и оставить только историю персонажа, это получится мощнейшая вещь, которая, вполне возможно, претендовала бы на то, чтобы быть вообще топ-офф-за-топ года 10 из 10. Но так как тут есть история, она, в общем-то, тоже довольно уместна, но из-за нее кино очень большое. И, в общем, Скорсезе выбрал все, но таким образом фильм стал большим, и воспринимать его рядовому зрителю довольно тяжело. Еще прикольно то, что вот нам показывают какого-то персонажа в кадре, и потом нам титрами внизу выводят, как он умер, и своей смертью, либо его кто-то убили, и в каком году это произошло. Ой, это мало то, что прикольно, так это еще и познавательно. А еще из-за того, что это все на реальных событиях и в реальном мире, довольно интересно следить за то, ну, что же было в Америке в то время. В частности, вот нам показывают, как Кеннеди избрали, как на это реагировала мафия, как на это реагировал народ, потом, что же было, когда его убили, даже дают какие-то подсказки, кто это сделал, ну, точно это неизвестно, но тоже достаточно интересная теория. Но, в принципе, нельзя сказать, что я прям обмазался сюжетом, потому что были моменты, когда я такой достаю телефончик, смотрю, так, что тут в ленте Твиттера, в Инстаграме, потому что, ну, откровенно говоря, были моменты, где, ну, прям, ну, дядь такая, что даже я думаю, ну, ребят. Хотя я очень люблю разговорные драмы, разговорные сериалы, вот это все. Ну, и, конечно, вот этот типичный прием про то, что нам показывают несколько временных веток, они вот так вот переплетаются, что начинается все с одной, потом перетекает в другую, в третью. Это все уже не ново, но выглядит тут как нельзя кстати. Это прикольно и мне понравилось. Ну, и, конечно, главный вопрос, который возникает у вас, как у знатоков фильмографии Мартина Скорсезе, это, а было ли что-то новое, что режиссеру рассказать, потому что он ставил уже злые улицы, славных парней, «Казино», «Волкос», «Волл-стрит», в принципе, фильмы, похожие по тематике на то, что и в этот раз, а, еще «Банда Нью-Йорка» были. И вы не поверите, но да, у Скорсезе действительно было что еще рассказать. У него был один ход припасенный, которого он еще не показывал в предыдущих своих фильмах, ни в одном, и именно вот этот ход, который разворачивается в последний час хронометража, вот именно он для меня вытаскивает ирландца в топ, в топ фильмов года, в один из лучших проектов года. «Последний час» — это настоящий шедевр драмы. Я восхищен, я просто восхищен, потому что вот в последний час я не прерывался, я просто вот так вот уставился в монитор, у меня отпала челюсть, и я сидел, думал, как это мощно. Охренеть. Что сказать о Де Ниро? Скорсезе очень хотел именно его на эту роль, он этого добился, и Де Ниро сыграл на все заплаченные ему деньги. Его персонаж нельзя сказать, что он какой-то хороший, при этом нельзя сказать, что он какой-то плохой. Каждый должен его оценивать по-своему, но он притягательный, то есть у тебя нет какого-то отторжения к нему. Иногда такое бывает, что вам показывают героя, который заведомо вам неприятен, и за этим не очень приятно следить. А тут нет такого не было, что ты понимаешь какие-то его поступки, ну, откровенно, не очень, какие-то его поступки наоборот, что вот он поступает по совести, но в принципе я проникся. Наверное, в моих глазах, и, возможно, в ваших, его во многом оправдывает то, что он достаточно случайно попадает в мафию, и потом из него выбраться, ну, практически невозможно. И что ему тут делать? Хотя, ну, все его действия точно не стоит этим оправдывать, тут тоже есть какая-то своя жестокость. Но кто я такой, чтобы судить об этом? Довольно хитрая штука с главным героем, мы решили выбрать тут одного, Роберта Де Ниро, про него поговорить. И вот с ним такая история. Про него довольно много мы будем говорить в визуале, потому что, как вы знаете, его омолаживали на компьютере, и многие вещи, которые хочется обсудить относительно его образа, его актерской игры здесь, они так или иначе перепадают в раздел компьютерной графики. А о том, что можно сказать тут, это то, что Де Ниро просто чертило потрясающе невероятной. С высоты своих лет, своей актерской, невероятной актерской карьеры, он выдает потрясающую роль. Тут виден прямо очень-очень заметный рост от того, кем он был в начале, кем он становится в конце. И чем дальше фильм, тем больше он наращивает обороты, и к концу он выдавливает, ну, какие-то просто потрясающие уровни актерской игры. В общем, как обычно в фильме Мартина Скорсезе, Де Ниро делает что-то свежее, необычное, что-то очень классное. Причем вот, опять же, Де Ниро неоднократно играл в фильмах про гангстеров у Скорсезе, и каждый раз у него новая роль в мафиозном сообществе. Это классно. Удивительно, правда, что здесь совсем мало времени уделено его личной жизни, а конкретно семье, хотя Скорсезе обычно очень любит рассказывать про семейную жизнь героя, но, может быть, он решил не повторяться, потому что до этого было заметно, что он, ну, прям частенько повторяется. Но, в общем, про это, про все мы поговорим завтра, а может быть, послезавтра. Я думаю, вы догадаетесь, в каком видео. Оно чуть-чуть подзадержалось, но оно обязательно будет. А сейчас вас наверняка волнует другой вопрос. А вот можно ли было не понтоваться и взять актера молодого, чтобы не омолаживать его на компьютере, а, наоборот, более традиционным способом состаривать его гримом? Мой ответ – можно было бы. И даже, вполне вероятно, было бы лучше. Не в плане актерской игры, но не факт, что в плане актерской игры, то есть, например, Ди Каприо мог бы спокойно сыграть и как Де Ниро, но просто было бы попроще, и к некоторым сценам, о которых мы поговорим в визуале, было бы меньше вопросов. И самое главное, что у Де Ниро было где разгуляться в актерском плане. Мало того, что фильм идет 3,5 часа, и у него больше всего хронометража, так еще захватывает разные периоды его жизни. И, ну, он прям играет по-разному. То есть, в 40 вот у него такие эмоции, даже мимика определенная, а условно в 70 уже, ну, совсем другой человек. Сразу скажем про двух мастодонтов Аль Пачино и Джо Пеши. Джо Пеши выдернули ради этой роли с пенсии, и он привычно хорош. Но знаете, что непривычно? В этом фильме у Скорсезе он играет адекватного человека. И даже никого с криками не месит кулаками в этом фильме. Вы можете в это поверить? Ведь Пеши у Скорсезе играет адекватного человека, не истерика, не маньяка-убийцу. Что произошло, Мартин? И да, Пеши я поначалу даже не узнал в этой роли, настолько он состарился. И даже когда его омолаживают, вот он становится как бы похож на себя молодого, но не прямо уж настолько, потому что все-таки как-то он изменился сильно. Постарел, но уровень актерской игры остался прямо вот на месте. Джо Пеши, я уже не знаю, какие тут эпичеты подбирать, потому что и его я сейчас буду хвалить, и Аль Пачино. В общем и целом, давайте скажем так, это невероятный экспириенс, вы должны это увидеть и, ну, просто вздыхать от удивления, иногда от восхищения, ну, в общем, восторгаться ими. Ну и у Пеши такой персонаж, то что вот он всегда так спокойно разговаривает, он очень рассудительный, решает все проблемы, но при этом он здесь всех держит. Очень классный персонаж. Ну и Аль Пачино от него нисколько не отстает, он тоже выдает какую-то вышку. Аль Пачино! Аль Пачино здесь очень хорош, он в своей лучшей форме, а мы его давненько в таковой не видели, и вот его, пожалуй, из всех троих героев омладили лучше всего. Ну, то есть вот у него, я ни в какой момент сюжета не мог понять, это он на компьютере нарисован, или как вообще, или он так сейчас выглядит, по-моему, он старше сейчас выглядит, и это потрясающе, потому что вот тут, вот на нем, технология показала прямо вышку. Невозможно вообще отличить, в какой момент он проработан CGI, а в какой он момент не проработан, ну и плюс играет он хорошо, хотя и довольно типичные для себя эмоции. А вот дальше, когда мы переходим в разряд уже таких 2.5 второстепенных героев, вот тут начинаются проблемы, потому что семья Де Ниро получилась настолько невыразительной, что даже удивительно, как в фильме, который идет 3,5 часа, можно было не найти время на раскрытие личной жизни. Может быть, тогда фильм бы шел 4 часа, но мы бы простили, Мартин, ну как бы 3,5 мы уже выдержали, удели еще полчаса хотя бы, чтобы мы в конце фильма понимали, кто это. Потому что нам показывают женщину, и ты думаешь, это его первая жена, это его вторая жена, это его дочка, это его вторая дочка, это его третья дочка, это его четвертая дочка. Кто, мать его, на экране сейчас, Скорсезе, скажи мне. Ну и вообще довольно забавно, что у Жон Де Ниро в этом фильме, я не знаю слов, 5, 10 за фильм, это как в том легендарном ролике Супер ВХС, этим двоим слова потом напишем. Из других второстепенных героев, вот допустим, семья Де Ниро, вот тут все немножко сложнее, потому что мало того, что в них можно запутаться элементарно, вот там идет какой-то промежуток времени, да, и я уже не понимал, вот это его дочь, или это не его дочь, а как она сейчас выглядит, в этом чуть теряешься, и как-то, наверное, вот там с кастингом как-то можно было и получше может поработать. Допустим, не будем придираться к детям, это все всегда сложно, показать их этапы взросления, чтобы они плюс-минус так же выглядели, а вот с женами, то есть первая была, потом вторая, и я элементарно не мог их особо отличать, потому что они довольно похожи. Ну, а мафиози кто-то похуже, кто-то получше, но в целом у меня остались о них положительные впечатления. Ну и вообще у фильма довольно много второплановых героев, и если некоторых из них можно узнавать по лицу, потому что, о, это вот тот чувак из Большого Куша и Бант Нью-Йорка, о, это же Харви Кейтель на 7 минут, серьезно, почти без слов, вау, Скорсезе, ты его затащил. Ну, они тоже давние кореша, в общем-то, их карьера началась одновременно, но вот когда дело доходит до неизвестных актеров, в какой-то момент ты можешь сидеть и думать, я тебя помню, ты появлялся часа полтора назад, но тут и мать твою без понятия. Неудивительно, если вы что-то слышали об Ирландце, скорее всего, это было связано с тем, ну, насколько там крутая техника омолаживания, потому что это просто бомба, ребята. Вот я уже говорил о том, что когда эту технику прямо возьмут и начнут использовать повсеместно, ее освоят так, чтобы можно было на протяжении всего фильма это использовать, это будет круто. И вот тут, ну, это реально поражает, что люди прямо заморочились. Это делали очень долго, и у них получилось, ну, очень натурально. Де Ниро в молодости, Аль Пачино, Джо Пеша, ну, у меня не было нигде вот реакции, что что-то этот какой-то графончик, что-то у него с лицом не так. Нет, нигде, ну, ты реально веришь, что вот если бы это Де Ниро сыграл в молодости, ну, реально, или там Аль Пачино, вообще никаких отличий. То есть, мне кажется, перед людьми, которые этим занимались, стоит снять шляпу, сказать, какие они замечательные, и как круто у них все это получилось. Я вот прям сейчас была бы шляпа, я бы снял. Давайте быстро по неинтересному визуалу. Картинка топ, цветокоррекция на уровне, оператор молодец, хотя и, в принципе, ничего супер выдающегося, но снято все на уровне, а теперь к главному. Омоложение на компьютере. Пожалуй, что к нему не придраться, потому что каждый раз, когда ты видишь лицо отдельно от контекста, ты думаешь, да, это молодой человек лет сорока, может быть, только в одной-двух сценах где-то чуть-чуть видно, что это все-таки графика, но это не критично, когда там в 10 секундах из 3,5 часов ты ловишь себя на том, что вот здесь немножко мыльно, это не критично. Но есть другая проблема, из-за которой я так или иначе ловил эффект зловещей долины, ну, первые часа 2, наверное, точно. Вся проблема в том, что как бы я ни пытался, я очень долго не мог отключить в голове понимание того, что Дениро не такой молодой, он вот сейчас нарисован компьютером, и ты так или иначе ищешь вот как-то какие-то признаки того, что он нарисован на компьютере. И плюс, так как ты знаешь, что это происходит, в определенный момент вот эта самая зловещая долина возникает, потому что ты думаешь, ууу, жутенько, жутенько, он уже не такой молодой, он никогда не будет таким молодым, никогда не будет так выглядеть, но он играет молодого и делает это убедительно, еще и выглядит как молодой. Что происходит? Помимо этого, будем не забывать, что нужно было показать антураж Вот эти костюмы, машины тех времен, которые тоже сменяются И все это было сделано классно Если бы здесь была Екатерина, она бы обязательно сказала про художников, постановщиков Что они проделали невероятную работу Они большие молодцы, все выглядело очень здорово Картинки ноль претензий Вот, кстати, единственное, что я не очень понимаю, почему Де Ниро сделали Ну, какие-то не самые правдоподобные глаза Но они прямо приковывают тебя к экрану, наверное Наверное, в этом фишка Но все-таки, я считаю, вот этот не самый естественный цвет в глаз Где-то слишком отвлекает Ну и еще есть проблема у фильма Я не знаю, как технически осуществлялось омоложение То есть Де Ниро целиком играл свою роль А потом ему просто лицо омолаживали Или там был молодой дублер, на которого потом клали лицо Де Ниро Но, наверное, все-таки первый вариант И если это действительно первый вариант То есть проблема, которая заметна Потому что в некоторых экшн-сценах, где нужно прям подвигаться Видно, что, ну, герои-то старички То есть вроде как на экране молодой парень Ну, как молодой, лет сорока, пятидесяти, может быть А двигается он уже вот как человек лет семидесяти-восьмидесяти Потому что там есть одна сцена, где избивают человека И омоложенный, омоложенный актер двигается Ну, то есть он прям вот Прям отдыхает после каждого удара Не как молодой человек, который лупил бы без передышки А вот прямо чувствуется, что телу нужно немножечко передохнуть И вот это смущает местами Опять же, почему, наверное, молодой актер был бы чуть-чуть уместнее Но Де Ниро тащит на опыте Но за эксперимент За то, что это, в принципе, первая попытка сделать все кино вот таким И в целом, наверное, дальше будет лучше Но как первопроходцам И которые почти не налажали нигде Кроме нескольких деталей Просто за счет того, что ты понимаешь умом, что это компьютерная графика Короче, высший балл, ребята Атмосфера этого фильма меня, честно говоря, покорила Потому что во многом это фильм про атмосферу Вот про те времена, про гангстеров Вот это вот итальянско-американские отношения Про то, как вся эта мафия построена И ты сидишь и кайфуешь Если вот вы любите мафию, гангстеров Вы явно кайфанете от этого Атмосферы здесь долго говорить не будем Потому что Скорсезе в своей лучшей форме Все это отработано годами Он мастер криминального кино Здесь он использует все фишечки, которые у него были И все они довольно уместные И, в общем, все-все приемы классические И даже не из криминального кино Тоже на месте Короче, это вышка, ребята Вообще, конечно, я уже особо не могу подбирать синонимы К слову, восхитительный, классный и так далее Просто давайте скажем Ну, все на высшем уровне Я ставлю высший балл Все, ребята, что вам еще нужно? Вы часто пишите в комментариях, что мы говорим очень много слова Очень других слов Но у меня уже заканчиваются слова Накидайте нам в комментариях синонимов Не знаю, какие еще можно слова использовать Я заканчиваюсь Музыка Музыка Фильмы Скорсезе часто запоминаются своими саундтреками Но тут, пожалуй, все-таки не дотянули до лучших До образцов Например, как Отступники Или Славные парни Или Казино Здесь все-таки поменьше каких-то узнаваемых треков Треков, которые залипнут вам в душ Но мне очень понравился композиторский саундтрек Он действительно хорош И плюс все-таки пара не хитов Но классных песен была И, в принципе, с музыкой играют здесь классно Поэтому довольно высокий балл Вот добираемся до категории, где я не буду ставить высший балл Потому что саундтрек Хоть и неплох, но все-таки Все-таки не дожат Плюс на три с половиной часа Реально сложно вот написать Прям очень много композиций, которые будут тебя Ну, настолько тебе запоминаться Что ты потом об этом будешь говорить Да, было пару моментов буквально Где я думал Блин, тут вот хорошо подобрали Вот прямо момент Он хорошо подчеркивается саундтреком Был момент, где прямо на полчаса Нам полностью вырубают саундтрек Но это того стоило Это хороший саунддизайн Потому что там такую атмосферу нагоняют И, ну, нам подводят к определенному моменту Ну, в общем и целом Песни вот где-то, кто любит старые Вот эти песни 60-х, 70-х, 80-х Может, кайфанет Ну, и композиторский саундтрек тоже неплох Но не так, чтобы я им восхищался настолько Чтобы ставить какой-то очень высокий балл Я ставлю 86 баллов Я ставлю фильму 91 балл Скорсезе чертяка не теряет форму Ирландец получает от нас 89 баллов И занимает третье место в нашей сводной таблице Удел Скорсезе эти комиксовые фильмы-то По итогу многие из нас, из вас ждали ирландца И, мне кажется, это ожидание оправдалось Потому что Скорсезе в своей лучшей форме Это один из лучших его фильмов, которые я видел Но, правда, я не так много фильмов видел Вот Петр, который сейчас остался на таком Скорсезе Скажется более подробно об этом Мне кажется, что получилось довольно хорошо И 3,5 часа, может быть, не пролетают прямо Но своей атмосферы и герои мы держат у экрана И стоят своего просмотра Это явно один из лучших фильмов этого года Что сказать по итогу? Ирландец один из лучших фильмов года Пожалуй, все-таки не всегда оправданно затянутый Но то, к чему он приводит, оправдывает все Оправдывает просто все, как драма Последний час этого фильма Вообще одно из лучших, что я видел в этом году Ну и, в принципе, за пару последних лет Но ощущение того, что можно было что-то порезать Не обязательно было прямо вот звать Де Ниро И можно было дать роль молодому и состаривать его Хотя, с другой стороны, мы получили гангстерских неудержимых Которые лучше, чем боевиковые неудержимые Это тоже надо ценить Но, несмотря на все, эксперимент со спецэффектами удался Де Ниро здесь потрясающий абсолютно Ну и сценарий привычно на уровне С довольно интересными находками И фирменный стиль режиссера Поэтому этого должно хватить Это очень хорошее кино Выкроете три с половиной часа Возможно, не в один день Но, в общем, посмотрите Ирландца Я думаю, вы не останетесь прямо сильно разочарованными Если не устанете его смотреть за раз Очередной обзор подходит к концу Обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Скоро будет вот прямо бомба, ребят Вот я вам каждый раз обещаю, что вот сейчас Вот сейчас, вот сейчас точно Скоро, скоро будет такое количество видео Что и мы обмажемся И вы обмажетесь И все будем сидеть и обмазываться Пишите в комментариях Оправдалось ли ваше ожидание насчет Ирландца Что вы думаете о нем Насколько крут Скорсезе Как вам Де Ниро Аль Пачино Джо Пеша Вот это вот все Ну а у нас на этом все Огнай, пока